Росянка. Маленькое травянистое растение, обладающее способностью ловить, приклеивать к себе насекомых, их переваривать. На самом деле, росянка обитает даже в России. На болотах Подмосковья встречается несколько разновидностей. Всего на территории всей России мы можем встретить круглолистную россянку, английскую, и гибрид из них, который называется промежуточная. Итак, если мы посмотрим на листья россянки, мы увидим, что они покрыты малюсенькими волосками, на кончиках которых вырабатывается железистый сладкий нектар, похожий на капельку росы. Говорящее название россянки именно поэтому и закрепилось, что растение, когда получает испарение утреннего тумана, и плюс еще само по себе обладает способностью вырабатывать эти волоски. У него удерживаются капельки, способные обездвиживать насекомых. Если посмотреть повнимательнее, то на одном листике здесь остался комар, и на данный момент листик его переваривает. Как же он это делает? Насекомые кушают сладкий нектар, они приклеиваются к этой поверхности, и когда пытаются освободиться, создают раздражение. Раздражение провоцирует растение на закручивание листа, и те волоски, которые находятся на равноудаленном расстоянии от движущегося насекомого, пытающего освободиться, начинают листик закрывать. Само закручивание длится от 15 минут до часа, то есть если капелек много, то движение будет более быстрым. Если капелек маловато, либо листик был уже много раз приведен в движение, он будет закручиваться намного медленнее. Чаще всего жертвой россянки выступают комары, мелкие мошки и маленькие-маленькие насекомые. То есть с большой мухой не все виды россянки способны справиться, потому что размер самой розетки не превышает 10-15 сантиметров, и листья сами по себе по размеру не больше 2 сантиметров. Некоторые виды россянок обитают в тропических лесах, у нас растение обитает либо на трофенных болотах, либо на переходной поверхности между болото и песчаника. Россянка – это то самое хищное растение, которое дольше всех изучал Чарльз Дарвин. Есть целая книжка, седьмой том Дарвина «Насекомоядные растения», которая переведена была на русский язык еще в 1948 году и описывает все исследования Дарвина. И термин «насекомоядные растения» был введен в науку Дарвином в 1960 году. Дарвин пришел к выводу, что растению не хватает пищеварительных веществ, удобрений, азота, и за счет этого он может закрутить только те вещества, в которых азот как раз есть. То есть почва, в которой растут хищные растения, она бедна на минеральные вещества и удобрения. Торфяная земля, как правило, в верховых болотах, содержит мало питательных веществ. За счет частых дождей она часто закисляется. Представьте, идут дожди и остатки листьев, деревьев, остатки каких-то разложенных листьев растений, они вымываются дождем, земля закисляется, органических веществ просто не остается. Тем самым растениям-хищникам необходимо добывать себе питание, улавливая насекомых. Росянка внешне может напоминать венеринная мухоловка. Вначале Дарвина предположил, что это родственники, но сейчас, на данный момент, если мы будем изучать эти растения по отдельности, мы скажем, что венеринная мухоловка обитает в одном месте на планете Земля и имеет несколько видов, которые появились в результате селекции различных мухоловок. И яросянка имеет больше 180 разновидностей, разнообразных форм ловушек, кругленькие, вытянутые листики, вилкообразные. Предположить, что это родственники, наверное, сейчас будет намного сложнее, чем 100 лет назад. Обычно два вопроса, которые мне задают, когда я веду лекции по насекомоядным растениям. Первое, чем их кормить. И второе, что будет, если засунуть палец. То есть, люди думают, что существуют такие растения, которые могут съесть не только насекомых, но и каких-нибудь млекопитающих. То есть, в принципе, если мы проведем маленькие эксперименты, докоснемся до россянки, будем шевелить вот эти вот маленькие-маленькие капельки, можно прямо увидеть, что клей, он присутствует. Один дяденька мне рассказывал, он провел исследование, посадил более 30 россянок в огромный большой тазик, и для того, чтобы капельки увеличивались, он постоянно тазик опрыскивал и накрывал сверху пищевой пленкой, создавал парник, создавал такие эффекты по влажности, которые максимально приближены к природным. Капельки стали размером со спичечную головку. И что вы думаете? Он провел рукой, и у него рука немела на какое-то время. То есть, можно предположить, что у россянки есть парализующие вещества, которые насекомых тоже парализуют, и это позволяет на какой-то момент, пока насекомое еще до конца не слиплось со всеми волосками, а спровоцировать механизм сжатия. Надо сказать, что долгое время россянкой лечили заболевания, связанные с удушьем. Самый эффективный препарат, это если россянку заваривать в чай, и она справлялась с кашлем, коклюшем, заболеванием, связанным с дыхательными питаниями человека. Вот такое вот редкое, удивительное, необыкновенное растение. Данный вид россянки называется россянка алисия. Обитает он в Южной Африке. Но на самом деле в природе есть растение, которое может поймать не только насекомых, но и млекопитающих.